Джером Клапка Джером. Трое в лодке, не считая собаки. Предисловие. Главная красота этой книги заключается не столько в ее литературном слоге или в количестве и полноте содержащихся в ней сведений, сколько в ее простодушной правдивости. Страницы ее являются записью действительных событий. Оставалось только слегка расцветить их, но за это не взымалась дополнительной платы. Джордж, Гаррис и Монморанси — не поэтические идеалы, но существа из плоти и крови, в особенности Джордж, который весит около 170 фунтов. Другие сочинения могут превзойти это глубиной мысли и знания человеческой природы. Могут соперничать с ним оригинальностью и размерами, но в отношении безнадежной и неисправимой правдивости ничто из до ныне открытого не в состоянии превзойти его. Более всех прочих его прелестей упомянутое свойство — увеличить ценность этим рассказам в глазах вдумчивого читателя и придаст лишний вес уроку, преподанному им. Лондон, август 1889 год Глава первая Трое больных Страдания Джорджа и Гарриса Жертва 107 смертельных недугов Полезные рецепты Исцеление болезней печени у детей Мы сходимся на том, что переутомились и нуждаемся в отдыхе Неделя на волнующей пучине Джордж предлагает реку Монмаранси заявляет протест Первоначальное предложение принимается большинством трех голосов против одного Нас было четверо Джордж, Вильям, Сэмуэл, Гаррис, я и Монмаранси Мы сидели в моей комнате, покуривая и толкуя о том, как мы плохи Разумеется, я хочу сказать с медицинской точки зрения Все мы расклеились и серьезно этим озаботились Гаррис объявил, что на него временами находят такие необычайные приступы головокружения Что он сам не знает, что делает А потом Джордж сказал, что с ним случаются также припадки головокружения И тогда он едва знает, что делает Что до меня у меня была не в порядке печень Знал же я это потому, что только что прочел рекламу патентованных пилюль для печени В которой описывались различные симптомы, помогающие человеку распознать, что его печень не в порядке У меня имелись все до одного Странное дело Я не могу прочесть ни одного объявления о каком-нибудь новоизобретенном средстве от той или иной болезни Не убедившись в то же время, что я страдаю ею И при том в самой злокачественной форме Я всегда нахожу у себя все ее признаки и симптомы Помню, как Тарас, чувствуя себя не совсем здоровым Кажется, это была простая лихорадка Я пошел в библиотеку британского музея Посмотреть в медицинском словаре Какими средствами нужно лечиться от лихорадки Я добыл книгу и вычитал все, что мне было нужно Затем, от нечего делать, начал перелистывать ее дальше Изучая разные болезни Не припомню теперь, что первое попалось мне на глаза Знаю только, что это был какой-то страшный, губительный недуг Один из бичей человечества Еще не дочитав до конца описи симптомов болезни Я уже убедился, что она гнездится в моем теле Обреденев от ужаса, я несколько минут сидел без движения Потом с горя начал перелистывать дальше Напал на тифозную горячку, посмотрел симптомы и обнаружил, что я, несомненно, болен тифом Болен уже несколько месяцев, сам того не зная Надо посмотреть, нет ли еще чего Дошел до пляски святого Витта, так и есть И тут все признаки налицо Это меня заинтересовало И я решил узнать всю правду до конца Прочел о перемежающейся лихорадке и узнал, что болен и ею Но острый период наступит только через две недели Брайтова болезнь у меня была, но, к счастью, в измененной форме С этим можно еще жить и довольно долго Зато холера оказалась у меня с тяжелыми осложнениями А дифтерит, должно быть, у меня был врожденный Словом, я добросовестно перебрал все болезни по алфавиту И пришел к заключению, что у меня нет только одной Хронической язвы голени Вначале я даже немного обиделся Точно мне оказали неуважение Что за гнусность? Почему бы у меня не быть и хронической язвы голени? Почему она должна составлять исключение? Однако, поразмыслив немного, я успокоился Ведь кроме нее у меня были все болезни, известные в медицине Надо умерить свой эгоизм и как-нибудь обойтись без хронической язвы голени Злостная подагра уже давно терзала меня, а я даже и не подозревал о ее присутствии Это была последняя болезнь, описанная в лексиконе Так что и болеть не больше было нечем Я сидел и раздумывал о том, какой я интересный субъект с медицинской точки зрения И какой находкой был бы я для медицинского факультета Студентам не пришлось бы бегать по госпиталям Я один стою целого госпиталя Студентам достаточно было изучить одного меня, чтобы сдать экзамен и получить докторский диплом Далее я задался вопросом Много ли еще мне осталось жить? Я попробовал сам себя исследовать Стал щупать пульс, но сначала не мог даже найти его Потом пульс вдруг забился и очень сильно Я вынул часы, стал считать и насчитал сто сорок семь ударов в минуту Попытался выслушать сердце, но и сердце не мог найти Оно перестало биться В конце концов я поневоле пришел к убеждению, что оно все время оставалось на месте И, следовательно, должно было питься Но найти его я все же не мог Почему? Объяснить не сумею Я ощупал свою грудь, начиная с того места, которое я называю своей талией И вплоть до головы Ощупал бока, даже закладывал руку за спину Все напрасно Я ничего не чувствовал и не слышал Оставалось осмотреть язык Я высунул его насколько мог, закрыл один глаз и начал присматриваться другим Виден был самый кончик Из этого осмотра я вынес только одно Окончательное убеждение в том, что у меня скарлатина Я вошел в читальню здоровым, счастливым человеком А вышел из нее ере волоча ноги, дряхлой развалиной Я немедленно отправился к своему доктору Мы с ним старые друзья Когда мне кажется, что я болен Он щупает у меня пульс Смотрит язык, болтает о погоде и не берет денег Поэтому я решил, что мне по всей справедливости следует пойти к нему и теперь Я говорил себе Что нужно доктору? Практика Я дам ему практику В смысле практики я стою сотни обыкновенных пациентов У которых не бывает больше, чем по одной, по две болезни Итак, я отправился прямо к нему Прихожу Он спрашивает Ну-с, что с вами такое? Милый друг, говорю я Не хочу отнимать у вас золотого времени И потому не стану рассказывать, что со мной Жизнь коротка И вы можете умереть раньше, чем я кончу Я лучше скажу вам, чем я не болен Я не болен хронической язвой голени Почему я ею не болен, сказать не сумею Но факт остается фактом Этой болезни у меня нет Зато все остальное налицо Я рассказал ему, как я пришел к такому заключению Доктор велел мне расстегнуться Смерил меня взглядом Завладел моей рукой Стукнул меня по груди в такой момент, когда я этого вовсе не ожидал По-моему, это низость И сейчас же вслед за тем боднул меня головой в бок Затем он сел, написал рецепт Сложил его и подал мне А я, не читая, сунул его в карман и ушел Войдя в первую же попавшуюся аптеку Я подал рецепт провизору Он прочел и возвратил мне его обратно, говоря, что этого они не держат Как? Разве здесь не аптека? Вот именно аптека! Будь у меня гостиница с рестораном, я бы мог помочь вам А теперь извините, я аптекарь, а не трактирщик Я развернул рецепт и прочел Одна порция бифштекса и одна бутылка портеру каждые шесть часов По утрам гулять не меньше двух часов Ложиться спать ровно в одиннадцать и не забивать себе голову вещами, которых не понимаешь Я в точности исполнил предписание доктора И результат получился блестящий для меня лично Так как я до сих пор жив и не собираюсь пока умирать В данном случае, если мы возвратимся к рекламе пилю для печени Симптомы, вне сомнения, оказывались налицо Причем главным из них было Общее нерасположение к работе какого бы то ни было рода Никаким языком не выразить, как я страдаю в этом отношении Я был мучеником с самого раннего детства В отрочестве едва ли я знал день отдыха от этой болезни В то время не подозревали, что она происходит о печени Наука медицины не достигла еще тогда теперешнего развития И все сваливали на лень Ах ты, скверный бесенок, бывало говорят мне Поворачивайся, потрудись-ка и ты за хлеб насущный Не зная, разумеется, что я болен И пилюлями меня тогда не кормили, а кормили тумаками по голове И как это не покажется странным, но эти тумаки нередко излечивали меня По крайней мере на время Случалось, что единственный тумак по голове имел больше действия на мою печень И внушал мне больше нетерпения отправиться, не теряя времени И тут же проделать то, что требовалось сделать, чем целая коробка пилюль в настоящее время Знаете ли, это часто так бывает Простые старомодные средства иной раз оказываются действенней целой аптеки Мы просидели так с полчаса, описывая друг другу свои болезни Я объяснил Джорджу и Вильяму Гаррису, что я испытываю, когда встаю поутру А Вильям Гаррис поведал нам, как себя чувствует, ложась в постель Что же касается Джорджа, он стоял на коврике перед камином и талантливо изображал в лицах, что с ним происходит по ночам Джордж воображает себя больным Но надо вам знать, что на самом деле у него никогда не бывает ничего серьезного В этот момент в дверь постучалась миссис Поппитс С вопросом, не угодно ли нам ужинать Мы печально улыбнулись друг другу и заметили, что придется попытаться что-нибудь проглотить Гаррис сказал, что часто удается отдалить приступ болезни с помощью полного желудка Тогда миссис Поппитс внесла поднос И мы подсели к столу Слегка отведали ростбифа с луком и закусили тортом с ревенем Уж верно, я был слаб в это время Отлично помню, что по прошествии первого получаса Пища перестала меня интересовать Необычайное для меня состояние И я даже не стал есть сыра Исполнив этот долг, мы заново наполнили стаканы Зажгли трубки и возобновили прежний спор по вопросу о здоровье Что такое именно с нами, ни один из нас сказать не умел Но все мнения сходились на том, что оно, чем бы оно ни было, вызвано переутомлением Отдых — вот единственное, что нам нужно, — сказал Гаррис Отдых и полная перемена обстановки, — поддакнул Джош Чрезмерное напряжение мозга вызвало общую поддавленность всей системы Перемена впечатлений и отсутствие необходимости мышления восстановят духовное равновесие У Джорджа есть родственник, обыкновенно обозначаемый на податном листке студентом-медиком Благодаря чему он, естественно, усвоил способы выражения домашних врачей Я согласился с Джорджем и предложил разыскать какое-нибудь уединенное старосветское местечко Вдали от безумствующей толпы И промечтать солнечную недельку в его дремотных долинах Какой-нибудь полузабытый уголок, запрятанный волшебницами вне доступа шумного света Причудливое гнездо, прилепившееся к утесам времени, Куда вздымающиеся валы девятнадцатого века будут доноситься слабыми и далекими звуками Гаррис сказал, что в таком месте, вероятно, будет скучно Он объявил, что знает Я подразумеваю такое место, где все ложатся спать в восемь часов Ничего нельзя достать ни за какие деньги И приходится ходить за десять миль за табаком Нет, сказал Гаррис Если хотите отдыха и перемены, ничто не превзойдет морской прогулки Я решительно восстал против морской прогулки Морская прогулка хороша, когда у тебя два месяца впереди, но на одну неделю это грешно Отчаливаешь в понедельник, втемяшив себе в голову убеждение, что будешь наслаждаться Пошлешь воздушные приветы оставшимся на берегу Запалишь самую громадную из своих трубок И примешься выступать по палубе, чувствуя себя капитаном Куком, сэром Фрэнсисом Дрейком и Христофором Колумбом в одно и то же время Во вторник жалеешь, что поехал В среду, четверг и пятницу призываешь смерть В субботу становишься способным проглотить немного мясного бульона И сидеть на палубе и отвечать с бледной нежной улыбкой, когда добрые люди спрашивают, как ты теперь себя чувствуешь В воскресенье снова начинаешь разгуливать и есть твердую пищу А в понедельник утром, когда стоишь у трапа с саквояжем и зонтиком в руке, дожидаясь высадки, тогда только и начинаешь находить удовольствие в морской прогулке Помнится, однажды мой свояк отправился в краткое морское путешествие для здоровья Он взял билет от Лондона до Ливерпуля и обратно Когда же достиг Ливерпуля, единственным его желанием было продать свой обратный билет Говорят, его предлагали по всему городу с огромной скидкой И спустили в конце концов за восемнадцать пенсов желчному с виду юноше, только что получившему от своих врачей совет пожить на берегу моря и побольше двигаться Берег моря, сказал мой свояк, любовно вкладывая ему в руку билет Да вам его тут хватит на целую жизнь Уж что касается движения, то вы проделаете больше движений, сидя на этом пароходе, чем проделали бы, кувыркаясь на суше Сам он, мой свояк, возвратился поездом Он объявил, что для него достаточно здорова и северо-западная железная дорога Другой мой знакомый пустился в недельное плавание вдоль по берегу И перед отплытием буфетчик пришел спросить его, желает ли он платить за стол каждый раз отдельно или за все время сразу Буфетчик рекомендовал второй способ как наиболее дешевый Он сказал, что возьмет с него за всю неделю всего только два фунта пять шиллингов На завтрак подается рыба, затем что-нибудь жареное Ленч бывает в час и состоит из четырех блюд Обед в шесть часов Суп, рыба, закуска, ростбив, птица, салат, сладкое, сыр и десерт Заключение — легкий мясной ужин в десять часов Мой приятель заключил, что изберет систему в два фунта пять шиллингов Он не дурак поесть И так и сделал Ленч совпал с тем моментом, когда они только что оставили за собой ширнос Он оказался не таким голодным, как ожидал Поэтому удовольствовался ломтиком отварного мяса и несколькими ягодами земляники со сливками В течение дня он предавался долгим размышлениям И то ему казалось, что он уже целые недели питается одним отварным мясом То представлялось, что прошли годы с тех пор, как он ничего не брал в рот, кроме земляники со сливками И мясо, и земляника со сливками также казались неудовлетворенными Чувствовалось, что им как-то не по себе В шесть часов пришли доложить, что обед готов Известие не внушило ему восторга, но он чувствовал, что надо же отработать часть этих двух фунтов и пяти шиллингов Поэтому стал цепляться за веревки и за что попало, и спустился вниз У подножия лестницы его встретил приятный запах лука и горячей ветчины, смешанный с ароматом жареной рыбы и овощей Затем с елейной улыбкой приблизился буфетчик и осведомился, что ему подать «Подайте меня вон отсюда!» — был слабый ответ Тогда его живехонько вытащили на палубу, прислонили к перилам с подветренной стороны и оставили в покое Следующие четыре дня он вел простой и безгрешный образ жизни на тощих капитанских сухарях Я хочу сказать, что тощими были сухари, а не капитан И содовой воде Но к субботе уже набрался форсу настолько, что разрешил себе жиденького чаю с гренком А в понедельник заливался куриным бульоном Повторник он расстался с пароходом и с сожалением проводил его глазами, когда тот пыхтя отдалялся от пристани «Уходит себе, — сказал он, — уходит и уносит с собой на два фунта принадлежащей мне провизии, которой я не воспользовался По его словам, если бы ему накинули хоть один денек, он успел бы еще поквитаться с ними Итак, я восстал против морской прогулки «Не ради себя самого, как я, — пояснил им Мне никогда не бывает дурно, но я боялся за Джорджа Джордж объявил, что нисколько не болел бы и даже наслаждался бы морем Но советует Гаррису и мне даже и не помышлять о том, ибо он уверен, что мы оба раскиснем Гаррис возразил, что для него всегда было тайной Каким это образом люди ухитряются болеть на море Он подозревает, что они это проделывают нарочно из жеманства Сам же он много раз хотел заболеть, да не сумел Затем он стал рассказывать анекдоты о том, как переправлялся через Ла-Манш В такую бурную погоду, что приходилось привязывать пассажиров к койкам И на всем пароходе только и осталось здоровых, что он и капитан В другой раз это были он и помощник штурмана, но всегда он и еще кто-нибудь Если не он и еще кто-нибудь, то он один Странное дело, но никто никогда не бывает подвержен морской болезни на суше На море же встречаешься с пропастью совсем больных людей Прямо-таки полными пароходами Но я ни разу еще не повстречал на суше человека, когда-либо испытавшего морскую болезнь Куда прячутся тысячи тысяч подверженных ей людей, когда попадают на землю? Остается для меня тайной Если большинство людей похоже на человека, однажды виданного мною на ярмутском пароходе Тогда мнимая загадка разрешается более чем легко Помнится, мы только что отчалили от пристани Саутенда И он свесился с палубы под очень опасным наклоном Я приблизился, чтобы попытаться спасти его «Эй, вы, отодвиньтесь-ка от борта!» Снял, как любит море «Хорошо ли, переношу его?» Отозвался он в ответ на завистливый вопрос скромного молодого человека «Да, признаюсь, что раз как-то я точно чувствовал себя не в своей тарелке Было это у мыса Горн На следующее утро корабль погиб Я сказал тогда Не было ли вам однажды не по себе у Саутенской пристани, когда вы мечтали свалиться за борт?» «Саутенской пристани?» Повторил он с видом недоумения «Ну да, по пути в Ярмут в пятницу, три недели назад» «Ох да!» — ответил он, оживляясь Теперь припоминаю Действительно у меня в этот день разболелась голова Из-за пикулей, знаете ли Никогда еще не отведывал таких позорных пикулей на уважающем себя пароходе Не пришлось ли вам их попробовать? Что касается меня, я изобрел превосходный способ уберечься от морской болезни путем балансирования Стоишь в центре палубы, и когда судно вздымается и ныряет, двигаешься телом с таким расчетом, чтобы оно всегда оставалось прямым Когда поднимается передняя часть судна, наклоняешься вперед, пока не коснешься носом палубы Когда же поднимается задний его корец, отклоняешься назад Все это отлично на час-два, но нельзя же балансировать в продолжении недели Джордж предложил «Отправимся вверх по реке» Там, по его словам, мы получим свежий воздух, движение и покой Постоянная смена картин займет наши умы, включая тот, что имеется у Гарриса А мускульный труд снабдит нас аппетитом и хорошим сном Гаррис сказал, что считает нежелательным для Джорджа делать, что бы то ни было, способно увеличить его сонливость Это может оказаться опасным Он не вполне понимает, каким образом Джордж может спать больше, чем теперь Ввиду того, что в сутках, как зимой, так и летом, бывает не больше двадцати четырех часов Но если только он может ухитриться спать больше, то еще проще было бы умереть и сделать экономию на столе и квартире Тем не менее, Гаррис объявил, что река — первое дело Я также нашел, что река — первое дело И Гаррис и я оба сказали, что мысль Джорджа удачна И сказали мы это тоном, дававшим понять, что нас удивляет, как этот Джордж мог показать себя таким рассудительным Один только Монморанси не был приятно поражен предложением У него иногда сердце не лежало к реке — Вам, ребята, хорошо, — говорил он — Вам это нравится, а мне нет Мне там делать нечего Пейзажи не по моей части, курить я не курю Если завижу крысу, вы не останавливаетесь А случится мне заснуть, начнете дурачиться с лодкой и смахнете меня за борт Если спрашиваете моего мнения, я считаю всю эту затею дурацким сумасбродством Как бы то ни было, нас было трое против одного И предложение было принято